Продолжим предыдущую лекцию. Вот эту картинку я вам рисовал в прошлый раз. У меня вопрос. Мне кажется, здесь есть ошибка. Кто-нибудь знает, где она? Тут 100% есть ошибка. Ошибка была вот здесь. Здесь должно быть не 8, а 28. Так, пардон, 26. Так как у нас входное изображение трехканальное, то количество параметров, ну и, собственно, размер вот этого тензора, он 3х3х3, как нарисовано слева. Соответственно, 3х3 – это 27. Ну, так как нумерация с нуля, от нуля до 26. В целом, вот, что я хотел подчеркнуть. Не все, что я говорю, это правда в последней инстанции, поэтому следите за тем, что происходит, задавайте правильные вопросы. Будет полезно. Все, то есть я в том числе могу допускать ошибки, поэтому следите. Если здесь вопросов нет, то давайте тогда вернемся к лекции. О, есть вопрос. И это классно. Так, я тогда сейчас вернусь обратно. Так, вопрос. Как паддинг влияет на размерность? Имеется в виду, видимо, размерность выходного тензора. То есть после того, как мы применили операцию свертки с паддингом, как происходит формирование выходного тензора. Отлично. Давайте какой-нибудь пример разберем. Нарисуем тензор. Не знаю, какой-нибудь тензор нарисуем входной. Опять же, для простоты, для общего случая, пусть он уменьшает 16 каналов, входное разрешение 128 и 128. Это уже какой-то промежуточный тензор. И я его перерисую в плоской форме, потому что для паддинга глубина не особо интересна. Вот так вот. Соответственно, когда мы применяем свертку, давайте для примера возьмем свертку с размером ядра 3х3. и применим эту свертку, как есть, к этому тензору. И возьмем, для примера, страйд 1, то есть шагом 1, паддинг 0. Ну, собственно, все. На выходе у нас получится тензор меньшей размерности. С чем это связано? С тем, что мы не сможем полностью наложить вот это ядро на полную картинку. И по факту у нас должно получиться размерность на 2 единички меньше. 126 на 126. Я здесь могу привести такой вырожденный пример. Если у вас входная картинка 3х3, вы применяете свертку 3х3 с страйдом 1 по 1 к 0, то на выходе у вас получается тензор 1 на 1. Здесь есть какая-то глубина, она не имеет значения, сколько каналов. Вот 16, 32. Важно то, что входное разрешение у вас уменьшается. В данном случае на 1 слева, на 1 справа, на 1 сверху, на 1 снизу, то есть минус 2. Зачем нужен паддинг? Паддинг нужен, чтобы избегать таких уменьшений, чтобы у вас сеть была более контролируемой с точки зрения архитектуры. Поэтому часто паддинг добавляют для того, чтобы у вас выходной тензор в данном случае оставался того же размера, 28х128. Соответственно, здесь просто мы паддинг делаем в единичку. По факту из исходной картинки, из исходного тензора мы добавляем вот этот бордюр размером 1. То есть у нас уже здесь получается 130х130. Действуют те же самые правила, когда мы применяем свертку 3х3 с страйдом 1. У нас с каждой стороны уменьшается размерность на единицу, но так как у нас теперь 130х130, на выходе получается 128. Вот, собственно, весь трюк паддинга. Я ответил на вопрос? Супер. В литературе вы можете найти более развернутые формулы, как выходной тензор, размерность выходного тензора считается по параметрам, таким как ядро, свертки, страйд и паддинг. Но, мне кажется, общее понимание важнее, чем формула. Так, тогда возвращаемся. Здесь больше вопросов нет. Возвращаемся к лекции. Итак, мы в прошлый раз с вами разговаривали про задачу классификации. Я быстренько сейчас повторю то, что было в прошлый раз, и пойдем дальше. Я уверен, мы сегодня классификацию точно закончим и перейдем к сегментации. Датасеты. Что вам здесь нужно знать? Первые четыре – это базовые датасеты классификации. МНИС, ЦФАР, ЦФАР-10, ЦФАР-100. До сих пор МНИС, ЦФАР-10, ЦФАР-100 используются на практике. И основное их свойство в том, что они маленькие во всех смыслах. Маленькое количество изображений, маленькое количество пикселей. Размер картинок очень маленький. Поэтому вы можете проводить на них большое количество экспериментов. И когда люди придумывают что-то новое, первый эксперимент, который они проводят, это обычный ЦФАР-10 в большинстве случаев. Иногда МНИС. После этого, получив какое-то подтверждение гипотезы, они переходят на имиджнет. Ну или на какой-то еще более общий датасет. Имиджнет – это до сих пор стандарт. Обучение нервных сетей, то есть все нервные сети, которые вы видели, видите классификационные, до сих пор обучаются на имиджнете. Достаточно интересный датасет. Практически всегда, когда… Да, практически всегда все классификационные сети, которые есть, вы можете скачать, притренированные на имиджнете. Так, ну это я рассказывал про то, что такое тренировка сетей, то, что она зависит от миллиона факторов, и эти факторы вы не сможете прочитать в литературе, но к этому мы вернемся попозже. Исторически первая сеть – это Линет-5, абсолютно тривиальная. Замечу, что в том виде, как ее описал автор Ян Ли Кун более 20 лет назад, она не встречается. Сейчас она реализуется немножко другим способом. И связано это с тем, что тот дизайн, который предложил Ян Ли Кун, в статье он сейчас может быть легко улучшен с помощью простых операций, которые есть в современных фреймбоках для обучения. Поэтому, когда вы читаете какой-то обзор в интернете, и вам говорят, что вот эта вот статья, вот эта вот нейронная сеть Линет из статьи, скорее всего, она немножко модифицирована. Тем не менее, это никак не влияет на восприятие этой сети, потому что архитектурно она содержит в себе, по своей сути, операцию свертки, операцию пулинга и full connect. Три базовых операции, из которых состояли первые сети, такие как AlexNet, очень близкая архитектура к Линету. Единственное, что в 2012 году уже стали появляться вычислительные мощности, неплохие, поэтому и сеть приняла достаточно типичный вид для современного восприятия. Отмечу, что полносвязные слои fully connected, которые три в конце были в AlexNet, на текущий момент по факту не используются. Во мне вопрос, можно реализовать классификационную нейронную сеть без использования fully connected слоя? Хотя бы одного. Если можно, то как? Ну, насколько я понимаю, fully connected можно заменить на хитрую конволюцию. Это интересное решение. Но сейчас скажу. В целом, вы правы. Full connected можно заменить на операцию свертки. При этом размер ядра должен соответствовать пространственной размерности тензора. То есть, если, например, у нас здесь тензор 13х13, прекрасно берем свертку с ядром 13х13, применяем ее к этому тензору, у нас получится на выходе пространственная разменность 1х1. Это будет полностью реализация полносвязной операции, только с помощью свертки. Такой трюк мы чуть попозже увидим, где используется. Отличная охотка, но на самом деле я не об этом спрашивал. Мы чуть попозже увидим, как можно обойтись без полносвязных слоев. Полносвязные слои, они плохи по куче причин, но в большинстве случаев последняя операция во всех классификационных нейронных сетях это полносвязные операции. Одни там свертки, пулинги, и в конце у вас будет полносвязная операция. А чем полносвязная операция плоха? Она многим не нравится, мне в том числе. Чем она плоха? В сравнении с операцией все-таки. Количество параметров может быть. Количество параметров у нас. В целом количество вычислений все со всеми получается, должно быть связано. Шикарно. FullConnected – это очень медленная операция, но это не основная причина. FullConnected практически всегда медленнее, чем свертка. Есть исключения. Можно привести пример, когда сверточная операция более трудоемкая, чем FullConnected слой. В ней очень много параметров, это правда. Но есть причина на уровне дизайна нейронных сетей, которая делает операцию FullConnected крайне неприятной. Градиент быстро затухает? Нет. Мне кажется, там нет затухания градиента. Затухание произойдет после активации, функции активации. Ну, может быть. То есть я бы не назвал, что затухание градиента является основной проблемой FullConnected. Скорее всего, там такие же проблемы, как и с операцией свертки. Еще вариант. Когда вы делаете дизайн сети, в операции свертки есть очень клевые свойства. Свертки без разницы, какого входного разрешения вы подадите ей картинку. Потому что она берет входную картинку, получает выходной тензор. и количество параметров при этом не меняется. Количество вычислений, конечно, возрастет, если вы картинку сделаете больше. Но все будет работать. Этим хороши операции свертки. Пуллинг тоже этим хорош. Можете его применять к картинке любого разрешения, к тензору любого разрешения. Но вот как только вы дошли по архитектуре сети до операции полносвязной, вы обязаны указать фиксированный размер входного разрешения. И отсюда проблема. Вот если вы берете сеть, которая здесь нарисована, и отрезаете fully connected в конце последних три операции, вы можете работать с картинкой произвольного размера. Можете натренировать сеть на одном разрешении, потом легко увеличить, например, картинку в два раза и прогнать нейронную сеть. Все будет работать. До того, как вы встретите полносвязный слой. Полносвязному слою нужно подавать на вход тензор фиксированного размера, это его ограничение. И как только у вас в сети возникает полносвязная операция, у вас сеть становится заточена под фиксированный размер. Это можно обойти несколькими способами, но в целом теваться вам некуда. Вам приходится как-то работать уже с фиксированными размерами. Есть архитектуры сетей в ряде задач, которые не используют полносвязные слои, и как следствие они могут применяться к картинкам произвольного разрешения. Это очень здорово. Поехали дальше. AlexNet по своей сути не особо интересная сеть, кроме того, что она первая использовала ReLU, и на текущий момент ReLU это как функция активации основная. Есть ее модификации, но тем не менее базовое решение, с которого вы можете начать, это ReLU. Второе основное свойство, которое я бы выделил, это аугментация данных, преобразование данных. Это одна из первых сетей, которая ее активно использовала. Сейчас практически все решения предлагают все фреймверки предлагают поддержку аугментаций, без них качество сети будет ниже. Дальше достаточно классическая схема получения. Когда вы начинаете с learning rate достаточно высокого, 1e-2, а второй в данном случае зависит от оптимайзера, который вы используете. Но 1e-2, то есть 0,01, для Momentum это хороший стартовый learning rate, который мы в процессе тренировки уменьшаем 10 раз. Каждый раз, когда мы видим, что точность на валидационном датасете выровнялась, то есть мы продолжаем тренировать, а качество на валидационном датасете не падает. Выходит на плато, так называемое, и такая классическая схема тренировки, когда вы сидите и следите за графиком, как у вас качество уменьшается. Если оно перестало уменьшаться, тренировка останавливается, перезапускается, с learning rate в 10 раз меньше. Это до сих пор выполняется в таком виде. И последнее это ансамбль, который позволяет уменьшать ошибку достаточно существенно. Замечу, что за счет вот такого трюка это и вообще не только этого трюка, есть куча других, например, Multiscale Inference. Все современные сети, которые претендуют на почетное звание State of the Art, вынуждены использовать эти техники, потому что все предыдущие сети их использовали, в частности ансамблю. То есть если вы хотите занять первое место в каком-то челлендже, вам деваться некуда, вам приходится использовать ансамбли, это вычислительно трудоемко, неприятно, не имеет никакого отношения к Research, но тем не менее, хотите первое место, будьте добры использовать. VGGNet чудесная архитектура, ввела привычку сейчас, которую все используют, что у нас сеть состоит из слоев однотипных, в данном случае в VGG было всего три типа операций, это свертка, пулинг и fully connected в конце, ну и другая тенденция, что свертки 7 на 7 были заменены на две подряд идущие, на три подряд идущие свертки 3 на 3, или в целом именно так, ну соответственно свертка 5 на 5 заменяется на две подряд идущие свертки 3 на 3, receptive fields у них одинаковые, а по количеству параметров вычислений гораздо меньше. Дальше я пропустил одну чудесную сеть GoogleNet, которая ввела Inception Module и давайте я про нее немножко расскажу, это тоже знаковая архитектура, она заняла по-моему в 14 году или в 13 году первое место на челлендже и что она предложила. У нас в сети есть с точки зрения блоков куча разных операций, например, свертки 1 на 1, 3 на 3, 5 на 5, пулинг. Давайте мы тогда сделаем следующую операцию, возьмем слой, картинка слева, применим к этому слою эти 4 различные операции, а результат потом сконкатенируем. Соответственно у нас будут признаки, которые получены с помощью разных операций. Очень разумное классное решение, у него есть один кардинальный минус, его, наверное, легко назвать. То есть если мы будем строить дизайн сети из таких операций, то у нас будет проблемка возникать. Очевидные. если мы сравним VGG для сравнения, который такой линейный, снизу вверх идет, все вроде бы просто. И здесь вместо операции 3 на 3, которая была в VGG или 2 подряд операции 3 на 3, мы будем использовать такую портянку из 4 операций, как здесь показано. С какой проблемой мы столкнемся? Это все будет безумно долго считаться. Долго много операций, очень много параметров, и авторы достаточно быстро это поняли, поэтому они предложили вот такой модуль, который справа. То есть модуль слева на практике никто не использует в Google Net, по крайней мере. Такие модули существуют, такие модули используются, но на практике авторы предлагают использовать другой подход, он показан здесь. Он отличается от левого графика только лишь тем, что появляются желтые блоки, и делают они очень интересную операцию. То есть если у нас входной слой имел 256 каналов на входе, то авторы предлагают сделать следующее, а давайте мы из 256 каналов сделаем 64 с помощью свертки 1 на 1. Это достаточно простая операция, быстрая, мало параметров, но таким образом мы теперь получаем тензор с гораздо меньшим количеством каналов 64. И дальше, если мы хотим применить свертку 3 на 3 или 5 на 5, за счет меньшего количества каналов 64 в 4 раза меньше, чем 256, у нас будет гораздо меньше вычислений и у нас будет гораздо меньше параметров. вот за счет такой операции авторы сократили значительно объем вычислений и количество параметров. Отмечу, что в литературе вот такой трюк, когда у нас куча вычислений прямых, мы эти вычисления уменьшаем за счет того, что вставляем свертку 1 на 1, которая понижает количество каналов перед основной операцией трудоемкой, называется bottleneck. То есть, если вы где-то встретите название, то это об этом трюке, который просто снижает количество вычислений. Что стоит за этой операцией? Только лишь желание уменьшить количество вычислений, ничего более. Совершенно понятно, что блок слева содержит большее количество параметров и, как следствие, он должен, может, обеспечить большее качество. Но его тяжелее тренировать, потому что больше параметров и вычислений там больше, куча неприятностей. В то время как блок справа тренируется быстрее за счет меньшего количества параметров и вычислений содержит меньше. Поэтому такая схема прижилась и ее сейчас можно встретить практически во всех архитектурах нейронных сетей. Inception модуль, который состоит из нескольких операций, которые выполняются параллельно, тоже используются. Часто он используется в поиске оптимальных архитектур автоматическим образом. Мы немножко про это сегодня поговорим. Google Net ввела еще пару интересных вещей, которые тоже сейчас используются. Первый из них это average pooling. Это один из способов, как можно избавиться от fully connected операции. Представьте себе, что у вас после операции свертки появился тензор 7 на 7 и какое-то количество каналов. А давайте мы просто поканально будем брать средние. По сути, это будет группа аналогия с ансамблем. То есть у нас каждый канал в выходном тензоре 7 на 7 из себя представляет какое-то голосование сетей, голосование свертки за то, что где-то есть какой-то объект, мы же решаем задачу классификации. И если мы усредним, по сути, это среднее голосование. Операция очень быстрая, простая и позволяет очень сильно снижать количество вычислений. То есть если у нас изначально было 49 элементов, мы их усреднили, у нас получился один длинный вектор, которому применяется fully connected, чтобы количество выходных элементов стало тысячи. То есть как можно было бы обойтись в этой архитектуре без fully connected сети полностью? Делается average pooling, и мы гарантируем, что у нас на этапе архитектуры определяем таким образом, чтобы количество каналов в последнем слое было тысячи, все. У вас тысяча каналов, это вектор на тысячу элементов, вы уже к нему можете напрямую применять softmax и навешивать плосфункцию, у вас не будет ни одного fully connected, ни одной fully connected операции. Очень здорово, и таким образом без fully connected тоже можно организовывать сети. Тем не менее, здесь он есть, он повышает качество. что еще? Авторы добавили промежуточные функции потерь, и это связано с тем, что эта архитектура еще не использовала функции, не использовала skip connection, не использовала бач-нормы, и за счет этого происходило затухание градиента. Как можно решить эту проблему вот таким решением влог? в середину сети встроить еще одну функцию потерь. В данном случае авторы встроили целых две функции потерь. То есть мы берем выход сети, навешиваем на нее несколько fully connected, вот еще сверточку навесили, и такую же функцию потерь вешаем, как и на выходе от самой сети. И теперь у вас будет возникать градиент вот в этих частях сети от функции потерь. Он не будет затухать, будут продолжать тренироваться операции в начале сети. Это, конечно, интересное решение, но за счет того, что у нас уже два источника градиента, скорее всего, градиент, который находится ближе к началу сети, будет оказывать большее влияние в такой архитектуре, и первые слои у нас будут затачиваться под решение вот этой задачки ближайшей, а не исходной. То есть это интересное решение, которое решает проблему затухания градиента, повышает итоговые качества, это известный факт, но, скорее всего, с помощью других трюков эту проблему можно решить, в частности, с помощью Skip коннекшн. Вот такая приятная архитектура. Да, вот еще я хотел подчеркнуть, где она находится исторически, то есть если у нас был AlexNet, то GoogleNet уменьшил качество существенно, виджет же находился где-то между 16 и 11, соответственно, GoogleNet это еще меньше качества. Все, очень классная архитектура, сейчас нигде не используется. Итак, дальше мы с вами разговаривали про то, что глубокие нейронные сети обучаются тяжелее, в частности, из-за стухания градиента, и для этого решения этой проблемы были предложены резидио-блоки, которые должны обучать не прямое распространение непрямую функцию h от x, а должны обучать функцию f от x. То есть, как нужно изменить входные значения, чтобы лучшим образом решать задачу классификации, скажем так. То есть, теперь вот эти вот свертки, которые находятся в середине, они обучают дельту, то есть, насколько нужно изменить значение, чтобы получить функцию h от x. Это аналогия, как было и стало. Другой важный момент, что за счет того, что мы пробрасываем вот этот вот, делаем так называемый skip connection, прибавляем значение входного тензора к результату, у нас градиент распространяется линейно. То есть, вот в этот момент, тот градиент, который пришел сверху, он полностью пробрасывается вниз и идет без изменений. Это очень классно. Справа показаны графики, как выглядел VGG, как выглядела бы архитектура прямая, в которой у нас есть просто операция свертки, в конце есть операция fully connected, перед которой есть average pooling. замечу, что здесь везде используются свертки 3х3, кроме первой свертки, что достаточно типично, так как я уже когда-то говорил, у нас первый тензор, первая картинка имеет три канала всего, то можно использовать достаточно большие ядра в первой операции, потому что они достаточно легковесны во всех смыслах, с точки зрения параметров, вычислений, это типично используют большие свертки, типа 7х7. и потом после того, как у нас получилось много каналов 64, то мы используем уже простые более свертки. И справа показано, как выглядят операции резнета с использованием skip коннекшенов. Вот серенькими здесь показаны специальные блоки, в которых происходит понижение размерности, то есть мы не можем просто выполнить операцию плюс, потому что у нас внутри используются свертки со страйдом 2, и в результате нам нужно понижать пространственную размерность. В этом случае, вот в этом skip connection встраивается еще одна свертка, которая тоже понижает пространственную размерность исходного тензора. Собственно, вот как это все выглядит. ResNet классный. Также авторы вводят bottleneck, тот же bottleneck, что и был в Google Net. То есть у нас на входе 28 на 28 на 256 каналов, мы это же сразу понижаем до 64 каналов, применяем свертку 3 на 3, тяжеловесную, вычислительную, получаем 64 канала, и из них снова получаем 256. как я уже говорил, достаточно типичная архитектура, которая сейчас используется. Основное назначение снизить количество параметров, снизить количество вычислений. Ну и везде используется слой нормализации и Relu. Справа показана, как выглядит архитектура. Замечу еще такой маленький аспект. архитектура bottleneck используется только в больших глубоких резонет-сетях, в которых 50 и больше слоев. В сетях, которые короткие, резонет 18, резонет 34, авторы предлагают использовать просто две подряд свертки, 3 на 3, для этого блока скип-коннекшеном, со скип-коннекшеном. И связано это как раз с количеством вычислений. Если вы используете bottleneck, вы скорее всего будете проигрывать с точки зрения качества, чуть-чуть, но с точки зрения вычислений вы будете выигрывать гораздо больше. Вот этот трейд-офф между качеством и скоростью здесь играет большую роль. Соответственно, за что борются дизайнеры нейронных сетей? За то, чтобы найти оптимальную форму блока, чтобы она была и хороша с точки зрения вычислений количества параметров и при этом позволяла выдавать высокое качество. Вот примерно так. Мы еще рассмотрим несколько дизайнов вот этих блоков. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы смело задавайте. Нет вопросов, поехали дальше. Да, еще один момент по поводу резнетов. Если вы где-то увидите любой резнет, резнет 18, резнет 34, резнет 51, резнет 50, совершенно не означает, что это тот же самый резнет, который был предложен авторами. Как минимум есть несколько резнетов. Резнет первой версии и второй. Отличаются они тем, где использовать операцию бачном. Вот на данной картинке бачном применяется после операции сверки, но бачном можно применять до операции сверки. И в зависимости от этого немножко меняется повредение архитектуры. в TensorFlow в частности есть два версии бачном бачном пардон, две версии резнета с бачном до и после операции сверки. И есть статья авторов резнета, которые они посвятили исследованию этому вопросу. Вот в каком порядке лучше использовать бачном имейте ввиду. То есть когда люди говорят про резнет, когда я говорю про резнет, то для меня это в первую очередь skip connection и bottleneck. Более ничего интересного, скажем так, специфического в этой архитектуре нет, потому что ее можно спроектировать кучу разных способов. Вот здесь показаны некоторые моменты реализации. Ну, ничего интересного на мой взгляд, кроме skip connection и bottleneck. Но bottleneck уже использовался в гугленнете, поэтому резнет у всех ассоциируется со skip connection. Давайте дальше рассмотрим архитектуру mobile.net. Эта архитектура очень популярна была в свое время, сейчас она потихонечку заменяется. До сих пор в продакшене mobile.net используется. Mobile.net второй версии, третьей версии он стал очень страшный, поэтому я не видел, чтобы mobile.net v3 где-то использовался активно. Вот mobile.net v2 достаточно активно используется. Как он выглядит? Если мы берем обычную операцию свертки 3х3, 3х3, бачно, релу, достаточно стандартная последовательность, пусть операции свертки принимает на вход c каналов, c каналов делает на выходе, то грубо количество вычислений можно посчитать как 9, потому что у нас ядро 3х3, мы умножаем ее на количество входных каналов, то есть 9хc, дальше нам этим ядром нужно пройти по всему тензору hw, и у нас количество выходных каналов c, умножить это дело еще раз на c, то есть грубо количество вычислений можно оценить как 9c квадрат hw при вычислении свертки. Если у вас возникает вопрос о почему это так, я могу подробнее расписать как происходит это вычисление. Идем дальше. Что предложили авторы? Это правая картинка. Они предложили разбить вот эту операцию 3х3 на две последовательные операции. Одна из них называется девайс конволюция, а вторая называется обычная свертка 1х1 ничего особенного. Здесь давайте я порисую немножко, потому что типвайс свертка достаточно интересная. Давайте разберем, что такое типвайс свертка. предположим, у нас есть тензор. Неважно какое количество каналов. Мы можем взять у этого тензора один канал и применить к этому каналу плоскую свертку. Например, свертку 3х3. то есть мы разбиваем вот этот тензор в своей сути на одномерное тензора. И каждому из них применяем свертку 3х3. Ну, по обычным правилам. как бы эта свертка применялась. А потом мы делаем конкатенацию полученных результатов получается выходной тензор. В случае мобайл нета, ну, например, здесь было 16, 300, 300 много, 32, 32, тоже какой-то странный тензор. У нас получается на выходе то же самое разрешение, потому что свертка 3х3, вот эта вот простая плоская сверточка 3х3, она применяется к каждому каналу отдельно с страйдом 1, падингом 1, поэтому пространственная размерность не меняется. Если здесь посчитать количество вычислений, то для вычислений здесь вот в одном случае, в случае простой свертки, что требуется, я все-таки распишу, то есть сама операция свертки 1, которая выдает один результат, это от 0 до 8 сумма элемента свертки, x-ит это свертки, i-ит это картинка плюс байос, соответственно тут 9 умножений, 9 сложений, будем считать за единичку, то есть будем считать, что у нас это все выполняется за одну операцию, грубо говоря, поэтому у нас получается 9 умножить на входные разрешения h-w, так как у нас 16 каналов, это надо умножить на c, в котором в данном случае равна 16. Вот такая простая операция была предложена авторами, можно математически расписать, что такая последовательность дипвайс конволюция плюс свертка 1 на 1 это полностью полная аналогия с сверткой 3 на 3, то есть тот же receptive field получается естественно более ограниченный, ну то есть у вас свертка позволяет получать менее разнообразные результаты, ну и часто этого достаточно. Итак, что мы сделали? Сначала применяем дипвайс свертку 3 на 3, у нас количество вычислений стало в c раз меньше по сравнению с тем, что было. Это очень здорово, потому что ближе к концу сети количество каналов обычно сильно растет, это может существенно сказаться на объеме вычислений. Дальше мы встроили функцию активации RELU, также мы встроили бач норм, чтобы улучшить сходимость сети. И после этого мы ставим свертку 1 на 1, у которой нет коэффициента 9, у нее вычисление c квадрата hw, и если все аккуратно расписать, то общее количество вычислений в свертке для левого и для правого графика отличается существенно. Если мы возьмем для примера 64 канала, то количество вычислений становится в 4 раза меньше. Так, пардон, 8, 8, 8 раз меньше, что очень много. естественно, чем больше c, тем будет больше выигрыш. По сути, это все нововведение архитектуры MobileNet, и это себя очень хорошо зарекомендовало. Архитектуры этого типа MobileNet первой и второй версии, как я уже говорил, очень часто использовались в продакшене на каких-либо устройствах типа мобильных телефонов. Сейчас есть более интересные сети с более дружелюбной операцией для телефонов, в частности, чем MobileNet. Но в целом вот эта связка DeepVice свертки и свертки один на один, которая называется DeepVice Separable Конволюцией, то есть вот эта связка из двух это DeepVice Separable Конволюции, она достаточно часто используется в практике. Позволяет сократить количество вычислений существенно, в том числе и количество обучаемых параметров. Пошли дальше. Вот с точки зрения дизайна нейронных сетей люди давно смекнули, что это дело такое неприятное и достаточно давно уже используется такой подход, как Neural Architecture Search, когда дизайн архитектуры нейронных сетей выполняется автоматически с помощью другой нейронной сети. Очень классно. В этом случае, в случае Neural Architecture Search используется Reinforcement Learning и, грубо говоря, как он устроен. У вас есть набор зафиксированных параметров, например, сколько делать каналов, какие операции использовать и так далее. И вы можете смоделировать это с помощью, например, рекуррентной нейронной сети, которая дает ответ на вопрос, добавляем дальше операцию или нет. Если добавляем, то какая глубина операции, какое количество каналов, какая операция и так далее. То есть фиксируется, скажем так, метаархитектура блока и с помощью Neural Architecture Search вы можете спроектировать оптимальную с точки зрения контроллеры специальной нейронной сети, которая все это дело учит. Вот эту последовательность. По сути, это рекуррентная сеть, контроллер, который просто на этапе инференса выдает вам, какую архитектуру нужно использовать. Снизу на этих двух графиках показано, как выглядит количество вычислений и как выглядит количество параметров для различных архитектур NAS.NET относительно всех архитектур, которые были спроектированы человеком. То есть все архитектуры, которые ниже черной точки, это то, что люди сами спроектировали, что-то придумывали. Тот же ResNet, SE.NET, я про него не говорил, Inception, Shuffle.NET, Mobile.NET. Вот идея NAS.NET в том, что давайте пусть компьютер для нас подберет эту оптимальную вещь. В принципе, это работает, но здесь есть один момент, что вы должны сами выбрать пространство поиска. то есть S.NET не может искать все, что угодно, вот этот Neural Architects, Search. Вы должны сами спроектировать мета-архитектуру и вот подобрать оптимально параметры под эту мета-архитектуру можно с помощью такого подхода, что в принципе достаточно разумно. Neural Architects на практике используется, но тем не менее большое количество сетей до сих пор проектируется вручную и показывает очень прекрасные результаты с точки зрения вычисления качества и всего остального. Другая архитектура, которая произвела большую революцию, которая мне в частности тоже очень нравится, это EfficientNet. Давайте попробуем ответить на вопрос. Если вы хотите получить нейронную сеть, которая выдает лучшее качество на решение, например, задачи классификации, что вы будете делать? То есть предположим, у вас есть какая-то сеть, она выдает качество X. Вы хотите увеличить качество, сделать качество 2X. Какие способы у вас вообще существуют улучшения качества? У вас есть базовое решение, вот вы хотите сделать лучше. Какие подходы вы можете использовать, что вы можете делать глобально? дает Давайте я подскажу такой неочевидный ответ. Если вы хотите получить решение с лучшим качеством, добавьте еще данных. Самое простое решение, если у вас есть нейронная сеть, которая дает качество X, добавьте еще пару десятков тысяч данных, у вас качество будет выше. Поэтому пути в частности идут большие компании, такие как Tesla. они не инвестируют большое количество ресурсов времени в разработку новых архитектур нейронных сетей, потому что это не дает вам высокого прироста качества, а вот правильная работа с данными это то, что на самом деле приносит основное качество. Но предположим, у вас данные фиксированы, вы не можете с ними ничего делать, у вас нет ресурсов, чтобы собирать данные. что вы можете сделать, чтобы повысить качество сети? Очевидное решение, можно сделать сеть глубже, добавить еще слоев. Можно сделать сеть шире. Шире здесь имеется в виду в плане увеличения количества каналов. То есть если у вас есть уже дизайн сети, и у вас там зафиксированы количество и какие-то канальные размерности, ну просто сделайте больше каналов везде. У вас будет, скорее всего, точно у вас будет более качественная сеть. Что еще можно сделать? Вы можете увеличить количество размер входной картинки. Если мы говорим про ImageNet, то стандартное разрешение ImageNet для тренировки это 224 на 224, но в целом, если вы будете тренироваться на большем разрешении, вы будете получать лучшие качества, это тоже факт проверенный. Так вот, у вас есть несколько опций, как менять качество и влиять на качество сети. Достаточно часто на практике, что люди используют, это просто меняет размер входной картинки. Так как сети в большинстве задач тренируются таким образом, что потом inference можно запускать на произвольном разрешении, то так и делают, тренируют сеть на одном разрешении, потом нужно получить большее качество, берут эту сеть, тренировывают ее на большем разрешении, или просто делают inference на большем разрешении, получают лучшее качество. Это очень известные техники. Что предложили авторы? Вот есть три пространства поиска, то есть это достаточно простая задача, поиска, у нас есть входная картинка, размер входной картинки, у нас есть количество каналов и есть глубина сети. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем варьировать вот эти три параметра. Они здесь записаны, глубина, ширина количества каналов и разрешение. И авторы предложили сделать что? Давайте мы зафиксируем такое эвристическое выражение альфа бета квадрат гамма квадрат, что такое альфа, бета и гамма? Это параметры, которые отвечают за глубину альфа, ширину и резолюшн бета гамма. То есть если мы их записываем в таком образе в виде, то по сути мы моделируем увеличение вычислительной сложности. Так как ширина квадратично входит в вычисление и гамма резолюшн тоже входит в квадратичный, то мы можем записать это в таком выражении. И авторы подхода предложили задавись вопросом, какие нам нужно подобрать оптимальные альфа, бета, гамма, чтобы увеличить количество вычислений в два раза. То есть надо подобрать оптимальные альфа, бета и гамма. В частности для архитектуры, которые мы только что рассмотрели, они нашли оптимальные множители 1,4, 1,2, 1,3. То есть глубину надо в 4 раза, если мы хотим увеличить количество вычислений в 2 раза. Ширину количества кабиналов в 1,2, разрешение в 1,3. И получилось, что если, например, мы просто у MobileNet меняем глубину или разрешение просто в 2 раза, увеличивая количество таким образом количество вычислений вот таким вот образом, как здесь показано, то есть это должно быть практически в 4 раза, потому что они квадратично входят, почти в 4 раза, чем бейзлайн, то мы получаем качество, как показано справа. С помощью предложенного авторами подхода качество получилось выше, при этом количество вычислений чуть повыше. Как это делается? То есть мы берем базовые решения MobileNet А дальше с помощью полного перебора на небольшой сетке мы находим оптимальные значения в данном случае α, β, γ ну или то же самое DWR таким образом определяя оптимальные параметры. Так как эти три параметра находятся в этом соотношении, что произведение α, β, γ, и квадрат равно 2, пространство поиска не бесконечно, то есть оно вполне себе ограничено и можно эффективно выполнить несколько десятков экспериментов и найти оптимальные параметры. Итак, у нас есть бейзлайн, который достаточно быстрый и легкий с точки зрения вычислений, в частности MobileNet В1. Мы подобрали параметры α, β, γ, и теперь мы можем спроектировать сеть произвольного масштаба, то есть мы можем взять и увеличивать вычисления поскольку угодно нам нужно раз, за счет того, что у нас есть формула. И в результате авторы получили вот такую красную прямую. EfficientNet B0, который находится в левом нижнем углу, это не MobileNet, это архитектура собственного дизайна, то есть они ее сами спроектировали. и вот таким образом они получили 8 архитектур от B0 до B7, которые получаются за счет каждой предыдущей, каждой следующей получается на основании предыдущей просто за счет удвоения вычислений. И это очень классно. То есть очень простой способ, как можно выполнять дизайн сети, при этом вам нужно зафиксировать только одну архитектуру базовую, все остальные получаются автоматически за счет такого скалирования. Это очень классное решение. Сейчас по этому пути можно видеть, как идут большое количество сетей. Тем не менее остается открытым вопрос, как выполнять дизайн этой B0 архитектуры. Авторы здесь ее подобрали по сути вручную, но можно ее подбирать с помощью герорал архитект еще сетч. Идем дальше. по факту это у меня последний слайд относительно классификационных сетей. Это слайд OpenAI веб-сайта. Он мне очень понравился. И он показывает, как исторически менялось количество вычислений, которые необходимы для тренировки сети, чтобы получить базовое качество. С точки зрения базового качества использовалась архитектура AlexNet. То есть для того, чтобы натренировать AlexNet в 2012 году использовалось 4 террафлопа дня для тренировки. Такая метрика для определения количества вычислений. то есть это означает, что если у вас есть один террафлоп вычислений, вы будете тренировать 4 дня. Теперь идем дальше. Потом появился GoogleNet. Вот здесь были ResNet. Они далеко не оптимальны в этом плане, потому что ResNet не для этого проектировался. Дальше есть куча архитектур типа MobileNet, ShuffleNet и так далее. Если мы возьмем EfficientNet B0, то на текущий день, чтобы натренировать EfficientNet B0 до качества AlexNet, которое было в 2012 году, то есть относительно EfficientNet, который появился в 2019, 7 лет назад, то есть между ними 7 лет разницы, вам нужно в 50 раз меньше вычислений затратить. То есть за эти 7 лет в 50 раз более эффективные архитектуры сетей появились с точки зрения тренировки. Ну, сейчас уже 2021 год появились более современные сети, которые еще более эффективны. Грубо говоря, давайте в 100 раз округлим. То есть на два порядка более энергоэффективны, вычислительно эффективны. И это очень здорово. Это означает для нас, что в первую очередь мы можем тренировать сети на больших масштабах, как в большем количестве, проводя такие эксперименты, нейрологи, текущие счетчики. Если бы мы не могли так быстро тренировать сети, мы бы не могли этим воспользоваться. Так, и мы можем тренировать более большие сети. То есть сеть B7, она очень большая, тяжеловесная, и за счет того, что у нас теперь есть базовая архитектура, очень легковесная, которая при этом обеспечивает то же самое качество, что и AlexNet когда-то, мы можем позволять себе решать задачи с гораздо большим качеством. Наверное, у меня на этом все. Сейчас вам будет предложено решить небольшой тест, и после теста, после перерыва мы с вами уже поговорим про задачу семантической сегментации и еще раз обсудим тест. Есть ли вопросы? Если вопросов нет, то сейчас я кину ссылку на тест, и у вас будет целых 27 минут, чтобы его решить. сегменты 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 Продолжение следует...